Поэтому я сегодня буду рассказывать о смешанных форматах обучения. Наверное, сначала о себе, вообще о компании. О том, что... А, вот так всё. Понятно. В общем, жаль, что нет флеша у... В общем, да, как в целом, меня зовут Остров Скальпович. Я работал с критеративными университетами в разных компаниях. И стараюсь участвовать в различных сообществах, которые занимаются развитием образования. Просто потому, что те вызовы и те задачи, которые сейчас стоят, в принципе, перед образованием, они являются, я считаю, креугольными для развития чуть ли не всей страны. Поэтому здесь клиенты, с которыми мы пересекались в разных командах, здесь два проекта всего на 19-й год. Поскольку как раз-таки я понял, что объёмом само образование нельзя. И технологии в образовании. И поэтому мы перешли к такому формату, что делать буквально 2-3 проекта в год, но сделать их максимально наукоёмкими, поскольку для отрасли именно само развитие не горизонтально, а вертикально. Оно также необходимо. Стандартные тенденции, вообще для чего сейчас само образование, почему оно является для многих компаний уже приоритетным. Поскольку очень большое количество людей, которые работают монотонно, постоянно что-то выполняют единообразное, их труд заменяется автоматизацией. У людей высвобождается большое количество времени, и сейчас не совсем понятно, куда это время дальше использовать. И многие противодействия вообще во внедрении автоматизации, они как раз заключаются в том, что люди не понимают, а что им делать. Ну вот они сейчас этого не будут делать, не будут заполнять человеком 15 таблиц в день. Это формируется автоматически, ещё и анализируется автоматически, и рассылается автоматически. И по сути вот то, чем человек, он выпадает. Поэтому, безусловно, человеку нужно получать новую квалификацию, и для этого образование. Конечно, огромное количество новых профессий. Сейчас в профессии, вот буквально появилась какая-то новая технология, и раз уже цикл новых профессий целый есть, где там есть и младший специалист, и средний, и старший, как, например, буквально выпустил Mail.ru группа, обновил кабинет рекламы MyTarget, и тут же в вакансии таргетологов просто заполонили вот прям интернет. А их не было как таковых, потому что этому не обучали, и взять их неоткуда. И быстрое обновление самих требований профессий. Если человек получил какую-то профессию, то буквально чуть ли не раз в год ему нужно полностью повышать свою квалификацию, потому что иначе он просто устаревает. Ну и, конечно, проблема академического образования. Ну, даже не проблема, а просто сама данность, что сейчас, по сути, академическое образование стало нашим таким общим, оно не выпускает уже, если мы говорим в общем плане, оно не выпускает ни специалистов, ни готовит ни какие-то конкретные компетенции, просто уже фактически для кругозора, для знакомства с предметом. Ну, опять же, пять лет для знакомства с предметом для развития кругозора – это много или мало, это эффективно, это неэффективно, судить сложно. Но, опять же, реалии современного мира таковы, что человек, отучившись четыре года или даже шесть лет, может стать специалистом со ставкой значительно ниже, чем человек, окончившись школу и прошедший, не знаю, там, двухмесячные курсы питона, либо те же трехмесячные курсы таргетолога по интернету. Ну, то есть, сам интернет, он и сама цифровизация, она дает огромное количество новых мест, и оно кардинально меняет вообще взаимодействия между людьми и в компании. Мы говорим о том, что появляется один какой-то конкретный навык, который становится ключевым, который может просто переформатировать профессию, переформатировать отношение к профессии и дальнейшее развитие. Ввиду того, что у нас происходит с академическим образованием, корпоративные университеты становятся новыми стандартами, фактически задают новые планки в уровне подготовки специалистов, и уже даже есть такие примеры, когда из академического образования люди ходят обучаться в корпоративные университеты, чтобы дальше у себя внедрять подобные навыки. Ну и, конечно, гибкие навыки, так называемые софт-скиллы, сейчас это становится чуть ли не... Ну, не то чтобы мы не стримимим, но ключевым значением вообще в развитии человека становится обладание именно софт-скиллами. Даже во многих сейчас вышли недавно на корпус статья о том, что в Силиконовой долине большинство сейчас топовых позиций, именно от позиций под менеджмента стали занимать люди не из технологического мира, а люди именно из психологи, юристы где-то. В общем, люди, ключевыми компетенциями которых является общение, принятие решений и взвешивание рисков. И это тоже очень важно, потому что даже стандартная джарская проговорка, что нанимаем по кардам и увольняем по софтам, она вот так и есть. И зачастую карьерный трек человека зависит не от его кардского опыта, потому что если вы стали лучшим разработчиком, либо лучшим специалистом данной области, вас незачем повышать, вы и так уже здесь лучше. То, что вы очень хорошо владеете вашим непосредственным навыком, это не значит, что вам нужно становиться руководителем, либо что-то еще. Спасибо. И конечно сами технологии, которые как бы вы не сопротивлялись, или как бы люди к ним не относились, но они влияют на всех и меняют абсолютно все. То есть до сих пор встречаю людей, которые демонстративно либо под влиянием либо просто считают, что это как-то почетно, говорят, я не пользуюсь смартфоном, у меня вот кнопочный телефон, мне нормально. А я вообще не пользуюсь компьютером, вы меня распечатайте, принесите вашу презентацию. Да, мы будем смотреть интерактивный курс с анимациями, вы мне его распечатайте, пожалуйста, слушайте, я буду его так смотреть. Буду ставить комментарии на полях. И главные вызовы, то есть все образование, все люди, которые в образовании сегодня по сути работают с главными вызовами, по сути три кризиса, которые основные сейчас есть на рынке вообще России, даже в самой по сути стране. Это, конечно же, не хватка специалистов, высококлассных специалистов на ближайшие пять лет, поскольку у нас сейчас, по идее, должны занимать уже руководящие и медловые позиции люди, рожденные в 90-х, но там была просадка. Соответственно, как притока новых специалистов нет, даже вот сейчас мы видим, за счет чего будет, скажем так, численность населения вот в этом возрасте увеличена, и там тоже очень мало материала для классных специалистов. Поэтому основной ключевой будет задачей воспитания и развития специалистов и дотягивания их до уровня управленчества, поскольку из этого вытекает управленческий кризис, людей готовы принимать решения, их становится меньше качественных, потому что, в принципе, база меньше для них, потому что всегда изначально должно быть количество, чтобы оно перешло в качество. У вас не может быть в команде пять человек, и все они вместе идут по одной линии, примерно ветки, это инстинкт акт. И кризис управляемости – это то, с чем мы, опять же, сталкиваемся, даже если есть люди, готовые принимать решения, есть люди, которые готовы делать проекты, им просто не дают эти возможности. Я сам с этим сталкивался, и думаю, что многие из вас тоже, когда вы даже какой-то проект реализовали, вы пришли и говорите, вот так это будет, а потом, нет, это так не будет. Либо человек, даже руководитель, он едет на какую-то конференцию, он покупает какую-то программу, сколько, ну, ему дают за полтора миллиона, он приезжает, он идет туда на месяц, приезжает, и он уже digital, он agile, он блокчейн, он machine learning, он это рассказывает своим двустам людям, они так на него смотрят, и вот он такой говорит, ну, с кем мы работаем? Вот я теперь, вот я вообще, я же agile, machine learning, и это наша философия, почему вы меня не поддерживаете? И это, на самом деле, очень, такая очень важная вещь, поскольку такого общего образования, и, потому что мы находимся в Ульяновске, то такого у нас общий науч, или общий обык, не помню точно, я по-прежнему, но этого нам не хватает. Поэтому образование, это то, что может, когда руководитель уехал на тренинг, через специальную систему раздать всем его сотрудникам электронный курс, где, как раз таки, все это будет сжато подано, и когда он уже вернется и скажет, а Джар сказал ему machine learning, он такой блокчейн, а не ему искусственный интеллект. Ну, то есть, вот в таком ключе должно работать образование. И формирование сообществ. Все эти кризисы, на самом деле, можно преодолеть только за счет формирования сообществ, потому что сейчас мы выходим на тот этап развития вообще продуктов, технологий, которые невозможно преодолеть в рамках одной компании, в рамках одной команды. Это то, что формируется сообществом. В частности, digital learning, сообщество маркетологов, разработчиков. Для этого важны конференции. Потому что даже вчера, несмотря на то, что было автопартики и играла музыка, и мы вот с Сережей сидели, под музыку граф-квейль, абстрактные данные. То есть, круто, общение. И мы нашли общее понимание того, куда нам двигаться, и даже диваны со стразами нам в этом не помешали. И очень часто у нас есть такое, что человеку, наше отношение к образованию, что любой сотрудник, он сам, если захочет, он научится. Вот я же научился, мой отец научился, мой дед научился, все научились сами. Но сейчас другие реалии. И я недавно получил этот отчет, вот увидел. В Garvey Business Publish опросили непосредственно учащихся, то есть, для кого это все делается, что это будет. И, конечно же, нехватка времени. Люди считают, что обучение затратно по ресурсам, потому что приходится чем-то жертвовать. Огромный выбор курсов. Если вы зайдете на любой аббегатор каких-то знаний, курсов, вы просто потом не слезете с постоянного спама, таргетинга, вебинаров. Успеш-тул, успею, бизнес для себя, массаж для собаки и все, что с ним связано. То есть, огромное море информации, из которого нет возможности найти для себя что-то важное. А время мы ценим, мы ценим деньги. Поэтому мы порой из-за огромного выбора не решаемся сделать выбор. И чего ждут люди? То есть, здесь мы говорим о парадигме. Что нужно в первую очередь человеку? Я считаю, именно эту парадигму развития корпоративных систем обучения единственную, по сути, верную. Дать человеку возможность принимать решение, какой ему контент из предложенного выбирать. Понимать, что это принесет. То есть, мы говорим о целевом обучении. Человек должен понимать, для чего он делает, для чего ему это нужно. И, конечно же, цели и ожидания от обучения. Это человек должен понимать. Та картинка, которая у меня из доклада в доклад всегда идет, это то, как мы обучаемся. И что, фактически, после 27 лет наше обучение падает в ноль. И дальше мы считаем, что эти 5 лет, когда мы страдали, когда мы прям вымущивали в университете, не спали и все прочее, это была достаточная жертва, чтобы всю жизнь быть умными, всю жизнь быть актуальными и только иногда что-то там где-то подсматривать. И это причем одна из ключевых проблем, которые необходимо решить. Потому что, когда мы были студентами, когда мы были учениками, главное наше ресурс – это было время. у нас его было полно. И мы его могли тратить как угодно. Сейчас все изменилось. И вот все то место, что занимала учеба сейчас, по-моему, конечно же, семья работает. И как найти больше времени – большой вопрос. Относительно смешанного обучения. 1 плюс 1 равно 3 – это не акция, это лишь такое графическое определение, понятие, что сумма всегда может быть больше, чем по отдельности слагаемая. Тот эффект, который дает смешанное обучение, в первую очередь заключается в том, что оно становится естественным. Мы все здесь, в нашей точке сегодняшней, если посмотрим, как и чему мы учились в нашей жизни, то мы поймем, что там были не только онлайн-курсы, там был не только университет, это были фильмы, встречи, общения с коллегами, статьи, подписки на какие-то журналы и прочее, прочее, прочее. И, по сути, в обучении самое главное – человеку представить те варианты обучения, которые ему удобны. То есть контент здесь сейчас в удобное время, и самое главное – в удобном объеме. И, продолжая тенденцию, безусловно, это все устройства для обучения. Сейчас действительно переходит много обучения в онлайн, но недостаточно много – это недостаточно удобно. В первую очередь, потому что большая нехватка удобных мобильных приложений для обучения. Есть буквально единицы компании, которые могут позволить себе потянуть отдельную команду поддержки, обслуживания, модерирования и прочего мобильных приложений, но это очень мало. А тем не менее, фактически мы все, это будет дальше. У нас, если, ну, прямо 95%, если предложить человеку выбрать, оставить одно устройство, это будет, безусловно, смартфон. Потому что он сейчас заменяет вообще все. Можно работать за ним, даже проект типа таблицы. И мое четкое обижение, что в 2019 году уже без мобильной платформы, но, в принципе, даже уже обучение не может считаться диджитал, поскольку это, мы уже давно перешагнули в AeroCost PC, но здесь вот в обучении у нас есть такие некие нелогичности, когда люди делают микролёнинг, говорят, что вот по статистике видео смотрят две минуты, но забывают такую важную деталь, что 90% видео было просмотрено именно со смартфоном. И когда выкатывается курс микролёнинга на веб, ну, блин, чаще именно на ноутбуках, на экранах уже даже смотрятся сериалы, там 40-минутные, 20-минутные. Это нормально для веб. Микро — это для мобильного обучения. Ускоряемся. Еще очень важно для данной платформы, помимо того, что она должна присутствовать на мобильном, в первую очередь на мобильном. Mobile First даже не обсуждается. Это, безусловно, единый интерфейс. Для людей, которые занимаются образованием, очень важно, чтобы не приходилось модерировать 15 систем для разных платформ, разных людей, разных направлений. Должен быть один интерфейс, из которого очень удобно можно модерировать весь контент для всех аудиторий и по уровням выдавать как аналитику, в принципе, так и сами задания. Система очного обучения сужается, потому что само смешанное обучение заключается в том, что, по сути, нет разделения на очное, дистанционное. У вас все это в мероприятиях может быть там месячный семинар, вебинар, какая-то встреча, прочесть книгу, прочесть фильм. И это и есть, по сути, ваш образовательный трек. Это мы уже все прилистываем. В модуле SDO, фактически, тоже. Суть в интеграциях. Интеграция, на самом деле, огромная, более 2-го времени, чуть ли не больше, чем все остальное. У многих компаний есть накопленная система данных, есть уже сделанная инфраструктура. И очень часто для того, чтобы что-то новое внедрить, это либо становится вот еще одной плитой, либо предлагается, что вы это не сносите, а мы вот здесь вот все это настроим. Благодаря процессинга P, это сейчас вот технология, активно использующаяся FinTech, благодаря процессинга P можно выстраивать достаточно быстрые и, самое главное, не костыдные интеграционные решения, когда вы все, в принципе, можете объединить, и ваша новая система может просто стать центром соединения всех систем, которые у вас уже есть, с удобным модерированием и с правильной коммуникацией. Любой Open API это прекрасно в том, что любая, даже небольшая компания или ваша внутренняя разработка смогут дорабатывать под сервисы сами по очень четким, ясным правилам для самой системы. Ну и, конечно, главное, это Life on Learning, просто ввиду того, что перейти к самой парадигме достаточно именно сложно. Мы все понимаем и понимаем, что все, нам надо учиться и учиться. Но то, что это процесс непрерывный, что это не просто мы каждый день садимся, открываем какой-то, не знаю, курс. Это когда мы в общественном драке пошли, когда мы в кафе открываем, что-то смотрим. Потому что сейчас образование, оно будет конкурировать не с рабочим временем, когда человек сидит вот именно за рабочим своим местом. И там вместо 8 часов он работает 7 и часто работает на обучение. У образования другая цель, и эта цель более амбициозна, это конкурировать с тем контентом, на который человек тратит время. Конкурировать с социальными сетями, придумать такой курс, который будет конкурировать с сериалами типа «Игра престолов» за время человека. Потому что сама вовлеченность в процесс обучения в первую очередь достигается удобством. И если вот Паша сказал, что мы считаем RPC, это показывает коэффициент удовлетворенности и готовность рекомендаций своим пользователям. Так вот, все веб-решения с точки зрения траты времени очень редко превышают коэффициент 75%. Это причем данные именно Google Analytics, смотря у них аналитику, которая вышла. И только удобные мобильные решения, которые работают очень быстро, они уже достигают NCP около 95%. То есть люди, когда мы говорим о социальной составляющей обучения, все наше социальное – это смартфоны. Мы фактически все остальное лишь дублируем вебы. Обучение через Telegram и боты – это только потому, что нет нормальных образовательных мобильных платформ, доступных вот так, что человек просто берет и создает, и идет. В компаниях уже встречается обучение через Instagram, и это очень удобно, и все это знают. И это лишь потому, что не хватает именно мобильных решений в образовании. И, конечно, аналитику, но это вот следующий спикер Сергей больше расскажет. Я даже, наверное, не успел рассказать про эмоциональную аналитику, но на самом деле это, по сути, три накида, которых держится аналитика, три столпа – поведенческая, психометрическая и эмоциональная. И это все, по сути, три компании, которые сейчас являются передовыми в данных направлениях, которые позволят понимать не только то, как человек сдал тест по данной тематике. Потому что тест – это, как правило, означает только то, насколько хорошо человек сдал этот тест и больше ничего. А в обучении самое главное – это интерес и вовлеченность. И, к сожалению, пропускают Computer Vision и AI просто для того, чтобы… Мы на эту тему можем потом пообщаться, там будет в конце контакта. Поскольку это тоже сейчас встряхивается, это является частью образовательной системы, системы распознавания эмоций, системы распознавания психотипов и понимания интереса к обучению в процессе непосредственно. Так, это все, значит, хорошо. И все технологическое, что делается в данной отрасли, главной целью ставит лишь то, чтобы в конце концов увидеть человека, ну, не так, что с каждым поздороваться есть десяти тысяч, но понять, что все люди разные и, на самом деле, ко многим нужен разный подход, разный темп обучения, разная объема обучения, разная сложность обучения и разные цели обучения. И когда мы будем понимать или система будет понимать и правильно интерпретировать данные задачи, то и обучение в компаниях и рост сотрудников в компаниях будет намного более динамичным. Честно, готовили анимацию веб-продакшн и как так, это поверение флеша. В любом случае, спасибо вам за внимание, честно, зовут Стас Скайкович. Пишите, добавляйтесь. Я буду рад на любые вопросы дать более такой, не знаю, развернутый комментарий относительно каких-то из озвученных аспектов. Поэтому сейчас, да? Сейчас еще вопросы есть? Давайте один вопрос. Один вопрос. Потому что тебя было очень много. Спасибо, Стас. Зарход очень такой. Зарход очень такой. Зарход очень такой. Давайте. Вообще, что у вас площадка какая-то, это все здорово, а вы что создаёте? Мы разработчики. Мы как раз таки раз. Срабатываете что? Программное обеспечение. Ну, что, как оно связано с тем, о чем вы говорили? Ну, оно выполняет все вот эти функции. По сути, вот то, что мы рассказали. Система, нет, нет. Это интерферальное совершение. Это система смешанного обучения. И не коробка, а система модульно основанная на микросервисах. И вот то, что я примерно рассказал, это порядка 60 модулей, которые работают автономно, связанные через API. И только таким способом мы можем именно профиль любой компании, достаточно, скажем так, заполнить, чтобы в бизнес-процессе все смешали. Ну, то есть, например, вот Павлу нужна будет какая-то интегрированная система смешанного обучения, и он вас может нанять, и вы для него, для его задачи это разработали, да? Теперь понятно. Спасибо. Спасибо вам.